Добрый день! Я сегодня в кинолектории, хотя я не уверена, что нам сегодня кино показывать будут, но я надеюсь. Кинолекторий сегодня у нас посвящен всяким разным технологиям, которые позволяют снимать работу мозга. Это я так поняла вообще, это название лекции, я ничего в этом не понимаю, и, собственно, пришла сюда, чтобы хоть немножечко начать разбираться с этой темой. Почему мне кажется, что она важна для моей книги? Дело в том, что современные технологии, особенно все, что связано с нейрофизиологией, нейроэкономикой, нейромаркетингом, все это дает нам возможность по-другому взглянуть на обычную нашу практику, на то, как мы работаем с информацией, на то, как мы работаем с аудиторией. И поэтому я сегодня здесь на лекции Алексея Осадчева буду фотографировать, снимать какие-то ключевые вещи, которые, возможно, вам тоже будут интересны и полезны. Ну а потом на выходе расскажу, что я вообще из этого поняла. И тут приходит на помощь еще одна технология, которая называется не электроэнцефалография, которая меряет электрические поля, распределение потенциала на скальпе, да, а технология, которая называется магнитоэнцефалография, которая меряет магнитные поля, порождаемые вот источником первичным, в соответствии с хорошо известным законом физики, возникает магнитное поле, которое можно регистрировать за пределами головы при помощи высоточувствительных датчиков. Тот, насколько все плохо, насколько слабые поля нам уже регистрировать, видно из этого слайда, поля, которые нас интересуют, они на 9 порядков меньше, чем магнитное поле Земли. И вот мы бежим во времени, и вот так меняется поле за пределами головы, и вот наше решение обратной задачи, она нам показывает, какие участки коры активны. Вот сейчас, когда доберемся до максимума, мы увидим, что первичная слуховая кора зажигается. Ну, здесь надо сказать, что задан порог, но, тем не менее, сейчас подождите, она здесь найдет до пика. Вот, видите, то есть первичная слуховая кора, которая в США, вот, височная доля, она светится. Ну и также, вот, то есть мы интерфлектируем, к большому счету, нашу активность, которую мы измеряем, как, так называемую суперпозицию, наложение большого числа активности, большого числа нейронов. Господи, глянь на лимбическую систему. Центры удовольствия горят, как ханукальный куст. Тяжелая, наверное, его форма на руках. Хорошо, Рос, мы закончили. Да, очень впечатляюще. Простите, я молилась. Всю процедуру? Нет, когда доктор Форман извинился, я поняла, что будет что-то плохое. Она молилась. Отсюда активность мозга. Здесь мы говорим о синхронности сетей, мы говорим об активности сетей, когда мы говорим об активности сетей, мы подразумеваем активность с синхронизацией, что в данный момент времени этот участок коры обменивается информацией с вот этим участком коры. И это оказывается принципиальным, и на основе визуализации, и на основе определения вот этих сетей, мы можем понимать и классифицировать состоянием мозга, в котором человек находится, создавать такие устройства для управления внешними устройствами силой только одной нанесли. Продолжение следует...